Винтерсхал защищает Россию и проект «Северный поток». Юрген Флогер, Ангельсблад, Германия. 13 марта 2018 года. У российской энергетической компании «Газпром» в Европе, несомненно, есть не только друзья. В странах ЕС на могущество крупнейшего газового концерна мира смотрит все более критически. Особенно это касается второй очереди газопровода «Северный поток», которую предполагается проложить по дну Балтийского моря. По словам противников этого проекта, он увеличивает зависимость Европы от российского газа. Но на одного друга «Газпром» точно может положиться, Винтерсхал. «Мы совместно обеспечим надежность поставок», подчеркнул в среду глава правления Мария Мерен. Мария Мерен, на ежегодной пресс-конференции Германского союза нефти и газопромышленников в Касселе. «Россия для Винтерсхал – важнейший регион. И Россия останется для Винтерсхал важнейшим регионом», – заверил он. Дочка концерна «БАСФ», «БАСФ», сотрудничает с «Газпромом» еще с 1990-х годов. Компании совместно торговали газом, а сейчас совместно добывают его в Сибири. В прошлом году они произвели на двух месторождениях порядка 30 миллиардов кубометров газа. Это составляет порядка трети всей потребности Германии в газе. Кроме того, Винтерсхал участвует в «Газпромовском» проекте «Северный поток» и собирается участвовать в финансировании строительства «Северного потока-2», по которому русские планируют дополнительные поставки топлива в Западную Европу, начиная с 2019 года. Но буквально в последние дни критика в адрес «Газпрома» и российского газа вновь усилилась. Конфликт между Россией и Украиной из-за транзита голубого топлива обострился. После решения Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего «Газпром» выплатить украинской стороне миллиардный штраф, русские объявили о расторжении транзитных контрактов с соседней страной. Это дало критикам второго «Северного потока» повод обвинить «Газпром». В частности, в стремлении оставить Украину, а также Польшу без газового транзита. Мирин понимает, что ситуация сложилась трудная. В политической сфере, по его словам, продолжается ледниковый период. Противники «Северного потока» — два, в первую очередь восточноевропейские страны, вставляют проект у палки в колеса и давят на Брюссель. Дело иногда доходит до таких курьезных выкрутасов, что их критикует даже собственная юридическая служба ЕС, сказал Мирин. Все дело в политическом расчете. Об интересах европейских потребителей речи не идет. По его словам, его концерн поддерживает проект. В то же время топ-менеджер обратился к политическим кругам с призывом, ЕС и Россия срочно должны возобновить конструктивный диалог, и вспомнить о большом значении их партнерства. Винтерс Халл заинтересован в успешном экономическом сотрудничестве, которое помогло бы навести мосты между сторонами, подчеркнул Мирин. Надо сказать, что Винтерс Халл не слишком большой игрок глобального нефтяного и газового рынка, но при этом один из основных партнеров Газпрома. В 2017 году дочка Басф удвоила прибыль до уплаты налогов, EBIT, которая тем самым достигла порядка миллиарда евро. Профицит компании также удвоился и вырос до 719 миллионов евро. Оборот увеличился на 17% до 3,2 миллиарда евро. Отчасти это связано с вновь выросшими ценами на нефть и газ. Баррель, 159 литров, североморской нефти бренд в минувшем году стоил в среднем 54 доллара, на 10 долларов больше, чем годом ранее. Цена на газ на европейском спотовом рынке выросла на 24%. В этом году Мерин ожидает стабилизации газового рынка, а цены на нефть, по его мнению, продолжат расти. «Мы ожидаем в 2018 году среднюю цену в 65 долларов за баррель нефть марки Бренд», сказал глава Винтерсхал. Таким образом, обороты EBIT выросли бы и в нынешнем году, хотя до рекордных отметок 2014 года, когда баррель стоил намного больше 100 долларов, еще очень далеко. Наибольшего скачка Мерин ожидает. Однако, от запланированного слияния с немецкой компанией Диа, Диа, также занимающейся разработкой и добычей нефти и газа, принципиального согласия БАСФ и владелец Диа Леттеруан, Диа Леттерани, достигли еще в конце 2017 года, но продолжают обсуждать детали. Мерин рассчитывает, что слияние произойдет во второй половине года. Тогда возникнет одно из крупнейших независимых нефтегазовых предприятий в Европе, ключевой немецкий и европейский игрок, подчеркнул топ-менеджер. Совместно обе компании смогли бы производить порядка 215 миллионов баррелей нефти, причем на долю Винтерсхал приходилось бы три четверти этого объема. Портфель обоих концернов хорошо дополняли бы друг друга, ведь в этой отрасли размер имеет не последнее значение, подчеркнул Мерин. Размер означает больше прозрачности в конкуренции за ресурсы.